Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол Это Жизнь. Очередной прогноз на матч Чемпионата Мира 2022 года в Катаре, Франция против Австралии. И да, это матч 2022 года. Напомню, что в 2016 году эти две команды также встречались на групповой стадии Чемпионата Мира в России. Ну что же, поговорим про команды. Сборная Франции заняла в отборочной группе на Чемпионат Мира первое место и автоматически попала на групповую стадию. Сборная Австралии, заняв первое место у себя в отборочной группе, попали в третий раунд, где собрались лучшие азиатские команды. И там уже заняли третье место и из-за этого попали в стыки, где сначала они обыграли 2-1 ОАЭ и получили право играть в межконтинентальных стыках, где уже по пенальти обыграли Перу и вышли на групповую стадию Чемпионата Мира. И вот Франция уже на 8-й минуте забивает гол Карим Бензема, действующий обладатель золотого мяча, забивает первый гол сборной Франции на этом Чемпионате Мира. Ну вот, как-то неудачно у него складывался момент в той же самой Лиге Чемпионов в этом году. Там и травма помешала, но в общем он не забил ни в одном из матчей в групповой стадии. И вот Мбаппе увеличивает отрыв 42-я минута и 2-0. Комфортное, мне кажется, преимущество уже в первом тайме делают для себя французы. Ну вот, как считалось, главные фавориты они были на Чемпионат Европы, но вот провалили его. И вот теперь на них возлагают большие надежды, что ну надо, надо уже показать себя на большом турнире. И вот Мбаппе уже во втором тайме, в начале второго тайма забивает дубль 3-0. Франция обыгрывает Австралию и, мне кажется, с таким началом первое место в группе французы себе действительно могут обеспечить. И как уже по информации нам известно, что после Чемпионата Мира Диди Дешам уйдет из сборной Франции, уже независимо от результата, и сборную Франции возглавит в Индинзидан. Ну будет интересно, конечно, посмотреть на этот перформанс такой. И вот забивает Тео Эрнандес, хороший дальний удар, неплохо пробил, и Франция ведет уже 4-0. А вот 4 года назад в России победа была лишь минимальной, 2-1, Франция вот одержала победу. Ну вот с этой победы и начался победный кураж. А сборная Франции, вот Бенземас забивает пятый гол французов в этом матче. И, ну, просто замечательно, как будто весь сезон они понимали, что именно вот так вот надо играть. Отличная сыгранность у игроков, это видно. И по результату сейчас на табло снова Гризман на Эрнандеса, и тот забивает дубль. Забивает Эрнандес дубль, который в Милане ключевой игрок. И, правда, более-менее играет на позиции левого защитника, но здесь, скорее всего, какого-то вот латерали он отыгрывает и отлично подключается к атаке. В итоге Мбаппе с мячом, передача на Кингс Лекомана, и тот забивает. Автор, кстати, одного из забитых мячей, не одного, а единственного гола в финале Лиги Чемпионов, когда Бавария обыграла ПСЖ. На этом матч заканчивается, победа Франции 7-0. Друзья, всем спасибо большое за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей, и канал Футбол, это Жидарный Сэйч, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok